Ветераны и любители спорта, представители Олимпийского совета Севастополя, известные тренеры, спортсмены, спортивные комментаторы. Все вместе они решили собраться, чтобы поддержать нашу красную машину. И старались болеть так, чтобы российские хоккеисты эту поддержку из Севастополя почувствовали в Пекине. Россия! 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 Приятно, что у нас в Севастополе тоже есть целая армия болельщиков. Мы переживаем за выступления национальной, олимпийской сборной команды России. И хочется пожелать, чтобы все-таки было больше чемпионов. И, конечно, в Севастополе было больше занимающихся именно зимними видами спорта. А для этого у нас уже есть хорошая спортивная база. Игра тяжелая. Швейцарцы много бросают по нашим воротам. Но игроки красной машины активнее. И вот российские хоккеисты, как называют это в спорте, забивают в раздевалку. Шайба оказывается в воротах швейцарцев за три секунды до конца первого периода. Перерывы можно немного расслабиться и обсудить с соседом тактику сборной. Ровно четыре года назад за играми нашей хоккейной команды не по телевизору, а вживую наблюдали представители Олимпийского совета Севастополя Владимир Веселкин и Татьяна Лобач. Тогда поехали в южнокорейский Пхенчхан. Взяли с собой российский триколор, да еще и с надписью «Севастополь». И в итоге собрали целую коллекцию автографов от знаменитых людей. На этом флаге росписи всех наших олимпийских чемпионов-ветеранов, которые пропагандируют эти виды спорта, как сказать, в своих городах и за рубежом. И мы подходили к каждому олимпийцу-ветерану, они расписывались, чтобы мы донесли, как сказать, их дух для нашего города-героя Севастополя. Для человека, как сказать, южного было очень интересно смотреть зимние виды спорта вживую. Особенно я, конечно, восхищался фигурным катанием, когда наши там стали тоже командными чемпионами. Видел Медведеву, Загитову. Перерыв завершен. Вновь все внимание к игре. События на льду разворачивались неоднозначно. Инициатива переходила только одной команде, только второй. Но наша сборная все же выиграла. 1-0. Прогнозы севастопольских болельщиков сбылись. Ведь они ни на секунду не сомневались, что победа все равно будет за нами. Следующий матч сборная России проведет в здании 11 февраля. Святослав Данилов, Андрей Тымчук. Новости Севастополя.